Он и она, муж и жена, один на двоих очаг, одно на двоих чувства, одна на двоих судьба, одно на двоих счастье. Когда жизнь даётся с трудом, за неё в буквальном смысле слова приходится бороться. Счастье приходит очень желанное и осознанное, и именно оно становится центром Вселенной и смыслом, ради которого стоит жить во что бы то ни стало. В нынешнее время найти семью, которая прошла определённую сложную ситуацию вместе, рука об руку, закалились, сплотились и, осмыслив новые потенциальные жизненные приоритеты, идут вместе – это большая роскошь. Можете открыть немножечко занавес в вашей семейной истории? На самом деле, чего это стоило, какая цена за это заплачена, но я не уверен, если честно, что второй раз мне хватит, ну вот так вот, если вернуть это назад и вот прожить ещё раз, я не уверен, что у меня хватило бы сил. Понимая то время, те проблемы и те преграды, которые пришлось преодолеть нам, думаю, что нам даже не все способны, не каждому просто хватит жизни. А кто тогда был рядом, кто помог вам выйти из этой ситуации? Любовь? Родители? Дети, больше дети, наверное. То есть на тот момент, когда была у вас проблема серьёзная в жизни, дети уже были? Да. Нет, ну да. То есть эта проблема началась до детей. Так, дети появились, проблема ещё дальше вас и глубже вас засасывала? Да. То есть на какое-то время, на какое-то время мы, ну, прекратили там заниматься, скажем, ерундой там, пока вот, когда дети рождались, когда дети родились, да, у нас один за другим родились погодки. Но потом, знаете, как не работая над собой, опять вот зависимость нас опять поглотила, съела. Какой зависимости речь идёт? Наркотики, алкоголь? Да, наркотики, алкоголь. У Светы это только наркотики тяжёлые. Тяжёлые, да. Он на меня, на меня это наркотики и алкоголь в последнее время. Мне было 15 лет, когда я первый раз попробовала. И что было толчком к этому? Ну, это было полностью, не просто один толчок, это было, как сказать, много чего. Разные обстоятельства были. Это, во-первых, это был такой период, на то время, это было модно, можно сказать. Мне было 15 лет, это было интересно, наверное. Это то, что мои друзья тоже начали употреблять наркотики, тоже им было лет назад, может, чуть больше, но тоже в таком возрасте. И вы решили не выделяться из толпы и пойти по течению? Ну, просто получается так, если хочешь, чтобы твои друзья себя приняли. Соответствует мужчине? Да, как бы надо принимать их правила. Это было много лет назад, 20 лет назад, даже когда я первый раз попробовала, родители работали с утра до вечера. Это было так принято в то время, это был Советский Союз, это было принято работать с утра до вечера. То есть, все-таки отсутствие родительского глаза, наверное, сказалось на это? Думаю, все-таки, да. И не было таких каких-то очень близких отношений, наверное, потому что родители больше работали, я понимаю их, в принципе. И поэтому я стараюсь сейчас детьми больше, может быть, немного, но более качественно стараюсь. Да, может быть, мне не столько глаза не хватало родительского, как внимания, отношения. Да, больше внимания. Поговорить, пообщаться, да? Да. Спросить, а что у тебя, почему? Сказать, подойти к маме сюда. Понимать, чем живешь. Да, подойти к маме, сказать, мама, вот у меня так больно, что это вот тут как бы. Я не могла это сказать, потому что, если я могла бы подойти и сказать, мама, а ты знаешь, я покурилась, и говорят, это было... Нет, я не могла такое сказать, мне легче было пойти к подружке сказать. Когда вы встретились с своей любовью всей жизнью? Ну, я... мне было сколько? Мне было 29, а Свети было... 26. 26, да. 26. Это было вообще, ну, не знаю. Общая компания какая-то взяла? Нет, абсолютно. Это было совсем не романтично. Ну, а может быть, наоборот романтично. Не знаю. Подвидели мужского взгляда, романтично. Мы встретились просто на улице, там, как бы, ну, вот так познакомились. Судьба вас чувствовала. Так нам, может быть, так, да. И, что характерно, вот после первой встречи, 13 лет мы вместе, я могу посчитать, ну, за исключением того периода, пока мы реабилитировались, это был, ну, долгий, полтора года мы были в разлуке. Ну, вот за эти 13 лет, если исключать вот такие ситуации, форс-мажорные, мы практически не расставались. Так, и расскажите, тогда, когда вы встретились, вы знали, что, в принципе, у вас общая проблема, либо это уже вы обнаружили намного позже? Смотрите, я к тому времени, ну, у нас в обоих так получилось, но я к тому времени, вот, когда встретился со Светой, у меня был какой-то вот период ремиссии. Я прошел первый раз, первый раз столкнулся, действительно, с последствиями употребления. Я употреблять начал очень, ну, довольно, для, скажем, большинства людей довольно-таки поздно, для статистики, по статистике довольно-таки поздно. Я начал употреблять, мне было почти 25 лет. Почти 25 лет. То есть уже осознанный такой шаг? Да, я был уже состоявшимся, был юристом, адвокатом. Зачем? Адвокатом, довольно-таки, как бы, ну, знающим свое дело, знающим свое место в жизни. Зачем такому человеку наркотик, объясните, пожалуйста. Ну, вот, Света, правильно говори, знаете, как я очень часто задумываюсь, почему это произошло, как вот бы сделать так, чтобы этого, ну, вот, как я должен был сделать, чтобы этого не было. Ну, анализируя все, я понимаю, ну, это был мой путь, реально. Истечение, кстати, все. Это было и истечение обстоятельств, но это было и какое-то вот непреодолимое желание чего-то многого, чего-то вот нового. Нового, это было также и характеристика причастности к какой-то компании, к какому-то, ну, ячейке общества, скажем. Тогда это было героин, конец девятнадцатых годов, это было, ну, так, гламурно, скажем так. Я его не колол вначале, я его только нюхал, знаете, как это... И как с работы это все вообще... Все фильмы эти, тарантиновские, если вы видели. Ну, это было на такой волне, что это, ну, как бы, круто. Работе не помешало? Ну, как не помешало, я... Через буквально два с половиной года я... Лишились. Ну, да, я, как бы, потерял свою старую работу, я потерялся сам, скажем. Потерял, я был женат до этого. Да. У меня есть дочка еще одна, которая до сих пор, как бы, не может меня не простить, не понять. Верю, что придет время, когда я с ней побеседую. Зависимость, наркотик, алкоголь, это сила, которая ломает все на своем пути. Поверьте, это очень серьезная партизма. Очень. Который, как бы, перед ним нету никаких авторитетов. И я говорю вам, как это... Человек-пропорный. Да, имеющий авторитет в этом плане, как я через многое прошел. Поэтому, как авторитетно заявляю, что просто так. Или, как бы, якшаясь тем, что я вот просто сильный человек, и поэтому я смогу это победить. Но это не... это пустые слова. Я считаю всегда, что вот... Я считала, что вот если муж пройдет реабилитацию, то все будет хорошо. И он пошел на реабилитацию. И вот я... А, нет, сначала... Ну, как бы, если... Не знаю, Дима, хочешь рассказать? Потому что он сначала сидел в тюрьме. Да, я сначала там полгода даже в тюрьме поисли. То есть, опять же, в поисках, да, наверное? Это результат, результат вот такого вот компульсивного поведения, неконтролируемого поведения, когда тебе нужны во что бы то ни стало деньги. Эти полгода они были толчком первым. Тюрьма дала мне возможность... Ну, что такое зависимость, да? Это полный хаос, полное непонимание, где ты находишься, что тебе нужно делать. Цель одна только. Да, найти, что бы потребить. И в этом всем ты не можешь сам себя видеть. Не можешь, ну, во-первых, дать себе оценку, но это одно. Но когда ты не хочешь себе давать оценку, потому что это страшно. Ты когда вот смотришь на свою жизнь, то реально единственным желанием, которое приходит, это еще раз употребить для того, чтобы уйти от этого. Забыться, не видеть, не понимать эту проблему. Да, действительно, двоих детей, которых нужно кормить, которые, ну, как бы не понимают, что они, как бы, ну, их мало, грубо говоря, волнует, что тебе плохо или что... А давайте вернемся немножечко назад. Как произошел тот момент, когда вы узнали, что вот у вас, у обоих одна и та же проблема? До свадьбы, после свадьбы, как вы приняли это все? Ну, это Дима рассказал сразу. Тюшню, да, я, как бы, это не сказал. Дима не сразу рассказал. Я не говорила об этом. Ну, он узнал тоже не очень быстро. Тюшню в маленькой деревне, это кажется. Просто один знакомый сказал, а ты знаешь, что вот Света тоже употреблялся. А я тоже была в ремиссии, как раз, на тот момент. И вы не расстроились? Нет, он обрадовался даже. Нет, он не обрадовался прямо. Сказал, о, хорошо. Нет, конечно, нет, но мы думали, что мы не будем колоться. Честно говоря, когда мы познакомимся, мы думали, что мы не будем употреблять на тот момент. Но все-таки соблазн был сильным, вы дальше продолжали это делать. Возвращаемся к тому, что сказал, это не то, что даже соблазн. Это монстр, который держит тебя в руках конкретно. Родители уже знали о вашей истории? Да, конечно. И что? Какая реакция была? Что они говорили? Что делали? Мы все время, я боролась с этим. Всегда, я всегда понимала, что я быстро поняла, что у меня, в принципе, есть проблема. Вот это я больная, я наркоманка. И мои родители, первый раз они мне помогли, конечно, они мне положили в больницу, они очень переживали, родственники очень переживали, они все там, вот, собрался в семейный совет, в какую больницу положить, что делать. Но я на тот момент понимала, что это не все еще вообще. Я понимала, что я, мне было очень мало лет, я понимала, что я выйду из больницы, и опять пойду. И вот колодцы. Знаете, как я говорю сейчас ребятам, которые приходят уже, ну, мы тоже сейчас занимаемся помощью, профильной организацией работаем, занимаемся помощью тем, кто находится в проблеме. Знаете, как я говорю, что для того, чтобы это бросить, для того, чтобы отказаться от наркотиков, ты должен четко себе понимать, что остальную часть своей жизни ты должен прожить совершенно по-другому, нежели ты жил до сих пор. Только в таких, при таких условиях, только если ты готов на это, только так можно с этим бороться. То есть это подразумевает многие вещи, то есть учиться жить по-новому, спать по-новому. Один раз я встала, так утром, не было блока, потому что не было наркотиков, но мне тогда уже пришла мысль, неужели я вот родилась на свет, вот меня родила мама, я же понимаю, что родители ждали меня, они выбирали мимо какое-то. У меня было какое-то желание увидеть меня какой-то хорошей девочкой. И я проснулась утром, не знаю, и я родилась для того, чтобы быть наркоманкой. Что-то себе и жизненным близким любимым. Ладно мне, но у меня есть двое детей, которые абсолютно этого не достойны, и как будто они вообще не хотят такую же жизнь, чтобы ее родители и их не родители показывали пальцем и говорили, вот, а твоя мама наркоманка. Или что вы ходили на улицу, слава богу, кто кого не было, не дошло до этого. Но я понимала, что это... Ну я думаю, что где-то и было. Может быть, да, там вот эта мама. Я думаю, что где-то и была. Давайте вернемся, то есть вы познакомились, поняли, что у вас общая проблема, решили идти вперед вместе, взяли за ручки, свадьба, дети, да? И, то есть, я хочу понять, как мама, вы рожаете детей, вы их кормите грудью? Да, кормила грудью, обоих, да. Возможно, не запрещалось. Дело в том, что когда я беременна, я не употребляла наркотики. Не беременна и никогда родила. Значит, получается, смотрите, какой-то период 9, ну или там плюс еще, то есть вы могли себя с вами родить, да? Я очень сильно переживала за это. Я понимала, что ребенок, дети, очень боялась у детей, и ребенок не родился с... Отклонения. И слава богу, вы у деточек здоровы, все в порядке. Да, слава богу, с здоровым, да. Вы уйдите. Слава богу. Так, и в какой период, вот сколько им было, 2, 5, сколько им было, когда вы поняли, что все хватит? Я перестала кормить грудью, и вот тогда я первый раз, ну, укололась. В очередной первый раз? Да, в очередной первый раз, потом второй раз, да, пока я кормила грудью, я, как бы, старалась не употреблять, я терпела. Надо возвращаться опять? Если вы уже прошли такой период, вот, практически год, да? Ну, там сильнее, чем я была, все-таки, да. У родителей своих попросили прощения? Конечно. У нас есть такой шаг, это тоже 8-й шаг. Возмещение ущерба. Возмещение ущерба. Вот, и мы там пишем письма своим родителям, и родителям, кому вообще хотим попросить прощения, да. Я написала письмо своим родителям, своим детям тогда, и своему мужу. А сейчас они, может быть, все будут нас смотреть, хотите что-то рассказать? Я хочу сказать, что спасибо им, что они все-таки все это время были со мной, они все-таки старались. То есть, да, иногда они отходили, но все время они помогали мне. Вот, единственные, кто, наверное, не отвернулся от меня, это были мои родители, конечно. Спасибо им, конечно. Каждый раз думаю, что все, я употреблять уже не буду, да. Но это же происходит раз за разом. И у нас такого опыта вот со Света было, ну, у меня 15 лет, у Света около 20 лет это было. То есть, опыт был такой, то есть, мы уже устали себя обманывать. То есть, мы уже понимали, что, ну, это все, ну, грубо говоря, знаете, все это понты. И, на самом деле, если мы как-то действительно кардинально не изменим свою жизнь, если мы не начнем жить по-другому, то это мы сами себя обманываем. Хорошо, но в этот момент была организация, какая-то рядом возле вас, какие-то люди, или вы просто сами взяли за ручку, так, пошли вперед? Да, была организация. Это организация, так, мы сейчас уже работаем в ней. Так, раскрыто. Это не «Вяционова». Это «Вяционова». Обожаю эту организацию. Я пришла в эту организацию, да, 16 лет назад, первый раз. Я была еще маленькая, еще первый раз туда пошла. Но в тот момент, наверное, я была еще не готова бросить наркотики. Потому что бросают наркотики. И не было стимула. У вас повели дети, тогда появился стимула. Не было стимула. Любимые человеки, дети. И все-таки я думаю, что, не то, что думаю, я уверена в том, что наркоман, любой, бросает наркотики только тогда, когда он сталкивается до последнего момента с последствием. У каждого свои последствия. То есть, когда нужно доедти до определенного дно. У каждого свое дно просто. Какое дно было у вас? У нас было дно, то, что уже была полная разруха и в квартире, полная разруха и вообще в душе полная разруха. У нас дома не было воды, у нас не было газа, свет мы подключили. Неофициально? Да, но все было неофициально. Вода не была неофициально. И дети жили в этих условиях? Дети жили в этих условиях. Это было 4 года назад. Вот когда меня закрыли, да? 4 года назад это было, когда вас закрыли? То есть, в принципе, свежая рома? И с другой стороны, и 4 года для вас это такой прыжок? Это да, это было 3 дня было много, что я уже не употребляю. Когда я поехала на реабилитацию, я говорю, я 3 дня не употребляю наркотики. А сейчас смотришь, 4 года уже вроде не так уж и много. Но для вас это целая жизнь. Это очень. Так я к тому, что было стимулом, что было толчком. Вот когда я оказался в местах заключения, скажем так, я трезвый. У меня, во-первых, было время вырваться из этого порочного круга. Круга, говоря. То есть, я... Наедине с собой попыть немножечко. Да, да. Вот это, ну, вот однозначно. То есть, вы понимаете, о чем я говорю? Это было время, когда я никуда не торопился. И когда я действительно мог осмыслить все, что происходит вокруг меня. И вам стало страшно? Я вам так скажу, слава Богу, слава Богу, реально, за то, что я оказался в 3 дня. Слава Богу. Не бессознать, что делать? Точно, точно. Это... Я когда увидел это, я когда трезвый на это взглянул, вы знаете, как бы сейчас страшно об этом не было говорить, я вам так скажу, что я прекрасно понимал тогда, ну, осознал, что моим детям, чем жить с такими родителями, какими были мы тогда, ну, реально лучше в детдоме. Ну, так вот у меня, я так понял. Уже в детдоме у них хотя бы было... Условие. ...какое-то будущее. Ну, хотя бы они могли с нами, вот с теми нами, которыми мы были тогда, это было жесть, это было... Будущее их ожидало примерно такое же самое. Однозначно. А родители не помогали, либо они специально вас оставили наедине с собой, чтобы решили и взяли себя в руки, да? Да, мои родители, только мои сейчас остались родители и помогали, да. Живых, да, уже не было родителей. Но не успели порадоваться за вас? Нет, за меня, к сожалению, не успели. Но я тут верю, что они... Ну, я думаю, они... Мы работаем по 12-шаговой программе. Это как бы программа анонимных наркоманов. Ее придумали в Штатах два алкоголика в 30-е годы прошлого века. И там, ну, вот там как бы пошагово работаешь, борешься и выходишь из зависимости. Там есть один из шагов – возмещение ущерба, ну, людям, которым ты причинил ущерб за время потребления. И вот, ну, там и есть, конечно же, вот, ну, такие вот случаи, как мой, когда родители уже нет. Или нет того, кому уже нужно возмещать ущерб. Там так сказано, что своей жизнью дальнейшей, вот тем, что ты делаешь, ты в любом случае этот ущерб возмещаешь. Он не обидит вас. Помогает, он сейчас, моя мама, говорит про мою мужа. Говорит, у меня самый лучший зять, говорит. Потому что до этого она говорила, Света, разводись, потому что невозможно. Сейчас она говорит, вот, и вот... Доказали, видите, все-таки всем, что я достоин называться. Он, ну, да, не смог доказать своей маме, но он через моих родителей, он показывает, что вот отдает все, то, что он смог своим родителям показать, он показывает моим родителям. А ваши родители, они радуются? Да, мои родители очень сейчас радуются и очень рады, конечно, за нас. Знаете, как приятно смотреть сейчас на родителей, ну, потому что я, как бы, своими родителями у них сочетаю, считаю уже, когда они вообще никаких забот не имеют, абсолютно. Вот их интересует дача, отдых, вот, ну, вообще они не парятся ни за что. Это ваша заслуга, чтобы родители жили в удовольствии. Ну, отчасти, 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 слава богу. Когда детки ваши узнали о том, что вот была история, и Мария с Ильбеем такими, но они поняли, и сейчас они все другие. Как вы рассказали? Мы не рассказали, мы потом говорили с ними об этом, но до этого я думала, что они этого не видят. Они маленькие, естественно, там не было этих шприцов, но старались это все, как бы, закрывать, закрыть комнату. Сколько им было тогда, когда вы вот продолжали пик вот этого всего? Это было где-то, самый пик был с 4-х лет, где-то до 7-ми. Вот это самый такой пик, потому что было и когда... 7-ми для старших, для старших не было. Для старших, до 6-ти, да. С двух, с двух, да, где-то вот так. То есть это в садике еще школы не было? Да, это самый пик такой, который, если мама с папой закрывает дверь на кухню, значит, туда нельзя заходить. И они не заходили туда, они могли посучать в дверь, нет, нельзя туда. И они не заходили туда. Очень хорошо, но после этого же, так я себе представляю, какое-то было изменение в вашем состоянии. Как они на это регулируют? Как вообще? Ну, они, наверное, настолько уже... Видели, что с ними дальше, там, на горшочке, знаю, кормить? Вы это видели? Да, конечно, это... Да, все-таки в сознании, в сознании все, конечно, как бы, все это, наоборот, даже, если вначале это какая-то эйфория какая-то очень такая, самая, то потом уже нет этой эйфории. Ты употребляешь только для того, чтобы тебе не было клуба, 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 воздух, как подышать. Утром проснулся, попил чай, кофе, да? Это, как бы, вот так очень... звучит очень, так, как-то страшно, но это вот так. Такая жизнь. Но это со стороны ты не видишь эту человеку? Или вы можете сейчас понять, что вот этот человек... Мы можем. Мы можем, но... То есть есть определенный взгляд, но у людей, которые прошли через это. Конечно, я у любого человека могу сказать, что он придет не может, я скажу, что... Да, я еще могу где-то там поверить. Да, я всегда, я очень, я заглядываю больше, глубже. Сейчас, когда ваши детки подрастают, уже приятно все взрослые, красивые детки, вы не боитесь за то, как они свою зрелую жизнь организовывают? Или вы будете все время за ними преследовать? Я переживаю очень. Да, я боюсь за их своих детей, поэтому они знают про нашу жизнь. Успокаивает то, что действительно они были свидетелями... Не очень хороших, да. ...того, что приносит в жизни наркотик или алкоголь. И я думаю, что... Ну, надеюсь, верю в то, что это хватит нашего опыта, негативного, хватит на несколько поколений. Ну, они вам никогда не задавали вопрос, мама? Или они говорили, смотрите, как хорошо мы начали жить, у нас там кроватка свою появилась, у нас в доме красиво. Вот они чувствуют эту разницу же. Да, они говорят. Потому что, когда был один момент, когда Дима вышел из тюрьмы, и он говорит своему папу, папа, а мама ей сто лей. То есть это счастье было в доме, да, для вас? Это было счастье. Я вспоминаю вот этот момент, сто лей. Для ребенка это было мама, папа, у мамы есть сто лей. Купим столько кушать. Да, да, потому что в последнее время уже у них так. И сейчас, мне где-то уж больно об этом вспоминать, но бывали моменты, когда ребенок подходит и говорит, мама, я хочу кушать. А я злилась где-то. Как? Что-то не хочешь? Что-то не хочешь. Да, да, как? Опять что-то не хочешь кушать? Как-то не видишь? А покормить нечем? Бывало и нечем. Что вы хотите сказать ребятам, которые, может быть, сейчас насмотрят, и которые вот наступили на эти же грабли? Кто может помочь им в этой ситуации? Что им делать? Какие первые шаги? Куда обратиться? В первую очередь не пробовать. Потому что многие думают, что попробуют один раз, и все, они будут. Просто нам интересно, мы попробуем. Не бывает такого. Я 99%. Затянет обязательно. 99% я уверена в том, что человек, ребенка этого или человека, это затянет, это пойдет дальше. Я не встречала еще таких людей, если честно, кто попробовал ни разу, и больше вообще ничего не употреблял никогда. Может быть, он начинал пить или курить, там еще что-то, но чтобы вообще ничего такого, но у меня нет таких, может быть, у кого-то есть знакомых таких, у меня нету. Лучше вообще, конечно, не пробовать. Но если ты уже попробовал, конечно. Но главное, чтобы все-таки понимать, потому что все-таки мы рекламируем очень много сейчас, наркотики плохо. Не то, что плохо, но наркотики, это, конечно, кайф. Естественно, как бы это не звучало так не очень. У нас по обочинам явления. Естественно, у нас очень по обочинам, которые, возможно, я не могу сказать, что я свою жизнь прямо там очень жалею. Я понимаю, что да, есть время, за что я жалею, но я понимаю, что это мой путь был такой. Возможно, если я не начала употреблять наркотики, я не познакомилась бы со своим мужем. Возможно, если я не начала употреблять наркотики, мне не родили бы вот эти дети, потому что не было бы вот этого мужа, был бы другой, может быть. Можно найти плюсы, как бы, в принципе. Поэтому, если человек хочет прожить настоящую жизнь, чего-то в жизни достичь, ну, кем-то стать, по крайней мере, ну, я не говорю каких-то там больших героев или каких-то там больших вершин, ну, хотя бы элементарно отцом, сыном нормальным, мужем, ну, как бы элементарные вещи, если они хотят быть настоящими, чтобы они не пробовали, потому что наркотик заберет у них. Итог один будет в любом случае. И заберет у них и отцовство, и родителей заберет, и детей заберет, заберет. И все, у них реально останется только одна, ну, какая-то важная в жизни штука, что называется наркотик. Важность кавычек для них именно только. То есть, если хочешь жить, ну, не пробуй. А если попробовал, куда обратиться, ребята? Можно, может быть, даже к вам обратиться? Да, однозначно. Мы всегда открыты и всегда готовы помочь. Если, ну, вот, кому-то нужна помощь, если кто-то, и особенно если родители и ребята, кто находится в зависимости, не пытайтесь решить все проблемы разом здесь и сейчас. Приходите за помощью, заходите на сайт Инициатива Позитива, приходите к нам в офис в Кишиневе. Мы всегда будем, всегда открыты, всегда поможем, всегда подскажем, всегда направлены. Я хотела бы вам предложить завершить несколько фраз, мальчатых мною, каждое в своем понимании. Ну, хотела бы, чтобы это какие-то коротенькие такие фразы. Наркотики и счастье. Наркотики и счастье, оно как-то вообще никак не клеится. Они все постаренные. Да, но я могу... Красные оперы? Да. Знаете, как наркотики и счастье, две недели. А потом? Потом горе. А потом, да. Потом, да, вот точно. Жизнь. Что это такое? Жизнь это? Жизнь это дети. Это продолжение рода, наверное. Жизнь это борьба, это стремление. Это, знаете, как у меня вот моя любимая фраза, если не знаешь, что делать, сделай просто шаг вперед. Если не знаешь, что делать, сделай просто шаг вперед. Главное, чтобы не пропасть была. Ну да. Да. Нарисуйте вашу семью, вот как у вас дома, какие мама с папой. Так, у Сашки травка появляется, да, зеленая? Да? Так, а Тимофей перешел уже к строительству дома. Окошко, да? У нас будут такие шторы. Ну, надеюсь, что будет. У нас просто разводится. Мама, берите на внимание вопрос. Вот, Тимофей хочет именно вот такие шторы. Таким было, мам? Цветочек был при встрече? Не было. Значит, вернемся назад и цветочек будет. Сейчас мы папе-то расскажем. Это кто у нас, Сашки? Папа. Папа, боже, какой красивый папа. Ух ты, какие барды мы такие. Умочка. А вы, говорите, не любите рисовать. Спасик у вас хорошо получается. Ух ты. Папа обожает твои бакгинбарды. Да, обожает. А мама не любит. Мама не любит папины бакгинбарды? Сейчас мы откроем новые истории для нас. Так. И что, мама хочет взбрить? Да? А папа не дается, да? А тебе как нравится, папа? Бакгинбарды или ты не видел его без? Он всегда был таким, да? Но тебе нравится папа таким? Ну все, может. Детям нравится папа, так что бакгинбарды оставляем. Я нарисовала вас с папой, когда вы были в молодости. Я хочу, чтобы папа купил мое красное платье и дарил цветы. Красное платье? С одним глазом, мама. Нет, это просто челка, и у тебя тоже челка. Пап, самое главное, понимаешь, нужно цветы. Когда? Сколько раз в неделю? Один раз в неделю. Хотя бы один раз в неделю цветовочка, когда мама пироги печет. И красное платье, мам. Но, с этим проблем не будет. Я хочу сказать маме и папе, что я их сильно люблю. Спасибо. Я люблю моих родителей, потому что они очень трудолюбивые. Я вас на веселке, с кем я вы сейчас. Мамина любимая черная платья с красной копкой. А скажите, вы видите, как папа с мамой целуются? Нет. Нет, дайте, просто, чтобы они, как, хотят, щечку, чтобы они подзывали знак признания, то, что они вас любят. И в завершение я вас спрошу пару ваших секретов. Открыть для нас секреты семейного счастья. Я люблю как-то порадовать свою семью, сделать какие-то там вкусняшки разные. Мне хочется как-то привязать. Я зимой, я в основном стараюсь что-то печь. Какие-то пирожки какие-то, пироги какие-то. У нас в воскресенье это день пирога зимой. Сейчас просто лето, фрукты больше мы кушаем. А вот зимой у нас в воскресенье день пирога. Они знают все. И папа, и дети все. Да, все, они все знают, что воскресенье это день пирога. Семейное счастье для меня, ну это твердое понимание, что моя жена самая лучшая, это точно. Как приятно, да. И независимо, несмотря, ну что мы уже семья, ну давайте честно говоря, семья это же где-то и склоки, где-то это и... Это работа постоянно. Да, ежедневная работа. Семья это работа, и для того, чтобы семья была счастливой, эта работа должна быть обоих, и она должна не прекращаться. Всегда должна расти, и однозначно, что в семье будешь счастливой. Как ты работаешь, знаете, как мне один умный человек сказал, что если ты будешь работать только в одном направлении, то есть касаемо, скажешь, будешь двигаться только в профессии, да, в своем призвании в каком-то, при этом забывая про семейный рост, рост в семейных отношениях, и однозначно ты провалишься, потому что, как бы, ты не сможешь компенсировать одно другим. А снова счастье в сутки семья. Это точно. И все чаще и чаще восхищаюсь людьми, у которых за плечами нелегкая душа. Их неутраченной доброте и неподдельному искреннему счастью по мелочам стоит еще многим из нас учиться. Субтитры подогнал «Симон»